Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем рассматривать эпосы народов мира. И сегодня мы рассматриваем с вами японский эпос, который называется Такитори Монагатари. На русском языке чаще всего его называют сказка или легенда о принцессе Кагуе. Монагатари – это особая литературная форма в традиционной японской литературе. Если приближать к эквиваленту, который нам более всего известен, то это расширенная повествовательная прозаическая сказка и легенда, которую можно сопоставить с эпическим романом. Монагатари в японской культуре всегда тесно связаны с аспектами устной традиции. И всегда практически связывают какую-то вымышленную историю, даже когда пересказывают историческое событие. Многие великие произведения японской литературы, например, как Гэнзи Монагатари или рассказ о принце Гэнзи, и Хайки Монагатари, о котором мы с вами говорили в предыдущей лекции, они как раз и написаны в форме Монагатари. Когда рассказывают Монагатари, этот рассказ сопровождается всегда особыми картинами, и поэтому Монагатари не существуют просто как повествовательная форма. С древнейших времен, по крайней мере, насколько известно современным исследователям, Монагатари всегда сопровождались иллюстрациями. Это вот особенность японской культуры. Такитори Монагатари – сказка или повесть о резчике бамбука, его имя Такитори. Оно содержит очень сильные элементы японского фольклора. Написано неизвестным автором не менее, чем в конце IX или начале X века. То, что известно точно, что она была записана в период Хэйан. Такитори Монагатари считается старейшим из сохранившихся произведений, которые дошли до наших дней, именно вот в этой форме Монагатари. Но прежде чем понять сущность данного произведения, я несколько слов должна вам сказать о таком празднике, который по-японски называется Цукими или Оцукими. И буквально, наверное, было бы правильно перевести его как наблюдение за луной. Его еще называют Джугоем. Это особый японский фестиваль в честь осенней луны. И это разновидность фестиваля с середины осени. Празднование вот этого дня Цукими или полнолуния обычно происходит на 15 день 8 месяца по традиционному японскому календарю. Нарастающая луна празднуется на 13 день 9 месяца. Эти дни обычно приходятся на сентябрь и октябрь по современному солнечному календарю. Традиция празднования Цукими восходит к эпохе Хэйан и в настоящее время настолько популярна в Японии, что некоторые люди повторяют ее в течение нескольких вечеров после появления полной луны в 8-м лунно-солнечном месяце. Традиции празднования Цукими включают обязательно демонстрацию украшений из японской помпасной травы, которая называется Сусуки, и поедание исовых пельменей, которые называются Цукими Данго, для того, чтобы прославить красоту луны. Вот эти продукты также выставляют как подношение, и так, чтобы луна на них светила. Сладкий картофель предлагают в полнолуне, а бобы или каштаны на растущую луну в следующем месяце. Есть альтернативное название Цукими, например, Имоми Гецу означает луна урожая картофеля, Имоми Гецу это означает луна урожая бобов, или Курими Гецу, что означает луна урожая каштанов, и вот эти названия происходят от видов данного жертвоприношения или подношения. Сейчас на фотографии, которая появляется на экране, вы видите традиционное подношение на луну, которое было сделано вот в этот праздник Цукими. Это Данго Цукими слева, трава Сусуки, она находится в центре, и каштаны находятся справа. Вот это Такитори Манагатари, или сказание Рещики Бамбуком, как я уже сказала, считается старейшим из сохранившихся Манагатари, хотя точная дата его создания неизвестна. Есть стихотворение, оно называется «Ямато Манагатари», это произведение X века, в нём описывается жизнь при императорском дворе, и когда там описывается традиция Цукими, как вы понимаете, она существует в Японии тоже, уже не одно столетие. И вот как раз при описании вот этого праздника Цукими, который состоялся во дворце, описывается 909 год, и здесь как раз описывается вот это сказание о Рещике Бамбука уже в качестве отсылки к тому, что оно тоже связано вот с этим, ну может быть, нам не совсем понятным обрядом. Неизвестно, когда всё-таки было создано вот это повествование о Кагуяр, но в сказке идёт упоминание о том, что с горы Фудзи шёл дым, то есть это был ещё тот период, когда вулкан Фудзи был действующим вулканом, и ряд учёных говорят о том, что гора перестала быть активным вулканом, и из неё перестал идти дым в 905 году. Это говорит о том, что вот это произведение, такитори Манагатари было создано до данного периода. Также есть ещё ряд исследований, которые говорят о том, что данная повесть или сказание могло быть написано между 871 и 881 годом нашей эры. Сказка или сказание о принцессе Кагуе начинается с того, что однажды в бамбуковом лесу старый резчик, которого профессия так и была, резчик стеблей бамбука, его звали Токтори Но Окино, он наткнулся на загадочный сияющий стебель бамбука. Когда он его разрезал, там он увидел младенца размером с его большой палец. У Токтори и его жены не было собственных детей, и они решают воспитать младенца, который оказывается девочкой. Они называют её Найотайки Но Кагуе Хэмхиме, то есть сияющая принцесса молодого бамбука. Ну вот сейчас на экране появляется фотография. Вы видите на ней одно из произведений, которое сопровождало рассказ Моногатари. Я сказала, это была обязательная картина или в нашем понимании иллюстрация. Вот здесь вы видите изображение конца XVII века, на котором, вернее, на котором, на этом изображении как раз и находят Кагуе Хэмхиме. То есть вот так увидел художник XVII века удивительную девочку и её появление на нашей планете Земля. После того, как Токтори находит Кагуе, каждый раз, когда он идёт в лес для того, чтобы срезать бамбук, поскольку это остаётся его основной профессией, внутри стебля бамбука он находит маленький кусочек золота. Вскоре их семья разбогатела, и всего за три месяца Кагуе Хэмхиме из младенца превращаются в женщину обычного человеческого роста и необычайной красоты. Старик какое-то время пытается скрыть новости о Кагуе Хэмхиме от посторонних, но всё-таки по мере распространения слухов о её красоте она привлекает множество женихов, которые ищут её руки в браке. Среди женихов Токтори Манагатария описывает пять аристократов. Это принц Иши Цукури, принц Курамоти, министр права Абе Но Нимурадзи, великий советник Отомо Но Ньюки и советник Исуно Ками Но Маротари. В конце концов, они убедят старика позволить Кагуе Хэмхиме выбрать из них жениха. Однако Кагуе Хэмхиме не проявляет интереса к этим молодым людям и она придумывает пять невыполнимых заданий, соглашаясь выйти замуж только за человека, который сможет принести указанный для него предмет. Каменную чашу для подаяний Будды, которая украшена определённым образом, украшенную драгоценными камнями ветку с мифического острова Хорай, мантию из шкуры китайской огненной крысы, блестящий или переливающийся драгоценный камень из горла дракона и раковину Каури, которую снесла ласточка. Понимая невозможность выполнения своей задачи, первый из претендующих женихов предоставляет Кагуе каменную чашу, которая была сделана из старого горшка, который он пытается выдать за вот эту чашу для подаяний Будды. Но когда Кагуе Ахиме замечает, что эта чаша поддельная и она не светится святым светом, то первый вот этот вот человек терпит позор. Второй дворянин предоставляет Кагуе ветвь, которую создают лучшие ювелиры страны. И это его обман раскроется, когда один из посланников от всех ювелиров прибывает в дом Кагуе Ахиме для того, чтобы получить плату за вот эту вот ветвь. И вот таким образом это тоже обман раскрывается. Торговец из Китая обманет третьего жениха и продаст ему одежду из чулана, когда принцесса Кагуе скажет, что если это будет мантия из шкуры китайской огненной крысы, то она не должна сгореть. И вот эта вот мантия сгорает, то есть она не проходит испытания огнем. Четвертый дворянин пытается найти дракона в море и терпит неудачу. Он сталкивается с сильнейшим штормом и он предоставляет Кагуе фальшивый драгоценный камень. И пятый дворянин погибнет, поскольку будет искать ласточки на гнездо, для того, чтобы найти там раковину Каури. И вот он разобьется и погибнет. После неудач вот этих вот всех пяти именитых женихов сам император Японии приезжает в гости к Кагуе Химе. Естественно, влюбившись в потрясающую красавицу, он просит ее руки и сердца. Кагуе Химе не подвергает его никакому особому испытанию, но отклоняет его просьбу о браке, и говорит ему о том, что она не из этой страны и даже не с этой планеты, и она не может пойти во дворец с ним и стать его супругой. Она поддерживает отношения с императором, они переписываются в течение трех лет, но он всегда предлагает ей руку и сердце, она все время от нее отказывается. В то лето, когда происходит кульминация данных событий, Кагуе Химе смотрит на полную луну, и она начинает плакать, она начинает рассказывать обеспокоенным родителям о том, но они очень долго ее расспрашивают, она очень долго отказывается, но в итоге ее поведение становится очень странным, и она в итоге говорит им о том, что она должна вернуться к себе на родину, к своим людям на луну. В некоторых версиях, так и тори Манагатари, говорится, что Кагуе была сослана на землю, и то, что она привязалась к людям, к земным людям, это и есть наказание за какой-то проступок, который она совершила на своей родине. А в других версиях, так и тори Манагатари, ее отправляют на землю, ее родственники, для того, чтобы ее сохранить жизнь в безопасности, поскольку там на луне идет небесная война. А то, что старик Манагатари каждый раз находит небольшой кусочек золота в бамбуке, это и есть то самое вознаграждение или какое-то материальное содержание, которое посылают родственники принцессы Кагуе с луны, для того, чтобы ее могли содержать в приемлемых условиях на земле. В итоге Кагуе Химе начинает говорить о том, что скоро она вернется к себе домой на луну, и император решает послать достаточно большое количество стражников, для того, чтобы ее не смогли забрать люди с луны, для того, чтобы они ее смогли защитить или отбить, то есть он не хочет, чтобы Кагуе возвращалась к себе домой. Но когда вот эти небесные или лунные существа опускаются на дом резчика бамбука, то все окружающие будут ослеплены странным светом. Кагуе Химе объявит о том, что она любит своих многочисленных друзей на земле, однако она должна вернуться с некоторыми странными существами в свой истинный дом на луне. Она пишет печальные извинения своим родителям и императору, и затем подарит родителям мантию на память. Затем она возьмет небольшое количество эликсира бессмертия, напишет последнее письмо императору и передаст вот это послание офицеру-стражам. Когда она передаст последнее послание императору, это будет ее последнее письмо на земле, в этот момент на ее плечах появятся перья, которые в повествовании называются Хагорома, и с этого момента она перестанет помнить о своих друзьях на земле, и вся ее печаль по поводу того, что она должна их покинуть, тут же забудутся. Свита поднимается в небо, забирая Кагуе Химе, забирая обратно ее в Цукино Мияко, то есть столицу Луны, и она оставит своих земных приемных родителей в слезах. Сейчас на фотографии, которая появляется на экране, вы видите изображение, которое датируется 1650 годом, и как раз здесь показано, как небесные существа спускаются для того, чтобы забрать Кагуе с собой. Пожилая пара очень грустит о том, что их приемная дочь покинула их, и они ложатся спать совершенно больными, и они больными так и остаются. По некоторым версиям сказаний, они очень скоро умрут от тоски. Начальник стражи, которому Кагуе передала послание императору, возвращается к императору и передает ему вот это послание, и рассказывает о том, что произошло. Император прочитает ее последнее письмо, охваченный грустью, спрашивает всех своих слуг, какая гора ближе всего к небесам, и в ответ ему предлагается великая гора провинции Суруга. Император приказывает своим людям отнести свое письмо на вершину горы и сжечь его в надежде, что его послание в виде дыма достигнет далекой принцессы. Он также сжигает эликсир бессмертия, поскольку император не желает жить вечно, если он не имеет возможности видеть Кагуе. Легенда гласит, что слово, которое обозначает бессмертие, фуси, и станет названием великой горы провинции Суруга, которая с тех пор называется Фудзи. Также говорится о том, что если перевести это название не с японского, а с кандзи, то есть с китайского языка, это будет перевод гора, который забилует воинами, поскольку армия императора, которая поднималась по склонам для того, чтобы выполнить его приказ и сжечь письмо, они разжигали костры, и вот этот дым от горения вот этого армии императора, и говорил о том, что вот она и есть, эта дымящаяся гора. Ну, я вам уже сказала, что по описываемым событиям в прошлом вот эта гора Фудзи была гораздо более активным вулканом, и поэтому на ней было гораздо больше дыма, чем происходило в последующие годы. Сейчас на фотографии, которые появляются на экране, вы видите гравюру замечательного японского гравюра Йоси Тоши, о котором я буквально через минуту скажу пару слов. Эта гравюра называется «Принцесса Кагуэ» «Возвращается на Луну», и эта гравюра датируется 1888 годом. Цукио Ка Йоси Тоши, годы его жизни, 30 апреля 1839 года, и он умер 9 июня 1892 года, был совершенно особенным человеком, японским гравером. Йоси Тоши широко известен во всем мире как последний великий мастер жанра уки-йо-э в печати, и росписи на дереве. Он считается одним из величайших новаторов данной формы. Его годы, или его годы профессиональной карьеры, охватили две эпохи Японии. Это последние годы Японии, периода Эду, и первые годы современной Японии после реставрации Мэйдзи. Вот эта вот гравюра принцессы Кагуэ возвращается на Луну, это и есть гравюра в жанре уки-йо-э. Вы можете ознакомиться с этим потрясающим направлением японского изобразительного искусства, которое в итоге приводит к популяризации таких направлений, как японская манга и частично японское аниме. Как и многие японцы того периода, Йоситоши интересовался новинками, которые предлагает западный мир, но со временем он стал все более и более беспокоиться об утрате многих аспектов традиционной японской культуры, в том числе вот этой вот японской гравюры на дереве. К концу своей жизни, к концу своей карьеры, Йоситоши практически в одиночку пытается бороться со временем и технологиями. Он работал по старинке. Япония в то время перенимала западные методы массового воспроизведения, такие как литография и фотография. И тем не менее, хотя Япония интенсивно в тот момент отворачивалась от своего исторического прошлого, Йоситоши удалось вывести японскую гравюру на дереве, на совершенно новый уровень. Я повторяю, что его творчество продолжилось спустя столетия уже в совершенно других видах искусства. И вот это вот у Киоэ фактически умирает вместе с этим потрясающим человеком-мастером своего дела. Элементы вот этого повествования такитори Манагатари или сказания принцесси Кагуэ были взяты из более ранних рассказов, то есть эта сказка или это эпическое повествование существовало ранее, чем оно было записано в IX или X веке. Главный герой такитори Ноу Кина появляется в более раннем сборнике стихов Манг Ю Сю. Этот сборник датируется примерно 759 годом, и это стихотворение номер 3791. В этом стихотворении такитори Ноу Кина встречает группу женщин и читает им стихотворение. Считается, что вот этот момент указывает на то, что ранее уже существовали какие-то изображения на гравюрах или какие-то рассказы, которые уже включали в круг своего повествования вот этого резчика бамбука и также небесных или мистических женщин. Сам автор такитори Манагатари или повести о резчике бамбука неизвестен, и есть ученые, которые приписывают его человеку, которого звали Минамото Но Ситагу, годы его жизни 911-983. Есть ученые, которые приписывают его Аббату Хендзю, члену клана Имбэм, члену политической фракции, которая выступала против императора Тэнму. Есть ученые, которые приписывают создание данного произведения, что оно было написано на канцзы, то есть на китайском языке для японских, скажем так, направлений. И это был поэт Ки Нэ Хай Сеул и его годы жизни, 842-912. Есть также различные версии, которые обсуждают, была ли данная повесть или данный эпос написан одним человеком, или его записывала группа людей, было ли изначально оно написано на канбуне или на японском языке, или оно формировалось на китайском языке и пришло в японскую культуру из китайской. Как вы уже сами откровенно видите, весь эпос Текитори, Текитори Манагатари, это некоторая протонаучная фантастика, поскольку вот эти элементы включают совершенно фантастический сюжет о том, что Кагуэ Химэ прибывает с Луны, то есть она инопланетянка, ее отправляют на Землю в целях безопасности во время Небесной войны, то есть это внеземное существо, которое человек находит на Земле, и ее возвращают на Луну, ее настоящая семья совершенно внеземного происхождения. На самых ранних изображениях, которые сопровождают повествование о принцессе Кагуэ, всегда изображен круглый летательный аппарат, который очень сильно похож на летающую тарелку. Кагуэ, также известная как Селена, это второй искусственный спутник Луны, эта станция была создана совместно Институтом космонавтики и аэронавтики и Национальным агентством по исследованию космоса, которые позже объединяются в Японское агентство аэрокосмических исследований. Аппарат Кагуэ был запущен 14 сентября 2007 года со стартового комплекса Йосинобу в космическом центре Танэй Гасима и он прекратил свое существование 10 июня 2009 года. Само имя Кагуэ очень популярно в современном мире. Кагуэ так назовут японские ученые мышь, которую получат с помощью портеногенеза. Естественно, что это имя очень популярно в различных фильмах и аниме. Есть фильм «Принцесса с луны», его режиссер Кона Итикава, и в главных ролях Тосира Мифуны и Ясуко Саваготии, это известные японские актеры. Естественно, что очень много мультфильмов «Принцесса Кагуэ», это фильм 1935 года, «Принцесса с луны», это фильм 1987 года, «Сказка о принцессе Кагуэ», это аниме-фильм 2013 года, и далее уже в 21 веке происходят современные обновления сюжета и переработка оригинальной истории, которая отражается в том числе и в различных компьютерных играх, например, Тоу-Хоу-8 «Императрица ночи», он основан на легенде «Принцессы Кагуэ». Существует множество мультфильмов, Кагуэ является главным антагонистом аниме-сериала «Наруто», имя Кагуэ носит главная героиня манги и аниме-сериала «Кагуэ-сама», «Любовь и война», Кагуэ Химэ является прототипом персонажа Кагуры из франшизы «Гимтама», и также практически каждый год выходят либо какие-то японские манги, либо аниме, посвященные данному сюжету. Вот в 2018 году выходит «Сюнен манга», которая далее превращается в аниме-сериал, который снимается с 2020 года и продолжается до сих пор. Как вы понимаете, данное направление и данный сюжет, скорее всего, останется очень популярным, особенно при всем том, что наш современный мир вообще очень любит все эти истории с внеземными существами. И я думаю, что сказка или сказание о принцессе Кагуэ будет продолжать жить и в ближайшее время, тем более, что это сказание уже живет не одно столетие в истории Японии, и сейчас это уже становится наследием всего мира. Уважаемый студент, если вас заинтересует этот удивительный эпос, он, конечно, не похож на какие-то нам кажущиеся традиционными эпические повествования, но все восточные культуры, они совершенно особенные, и когда мы знакомимся с их поэтическим наследием, мы тем самым раскрываем и границы собственного мировоззрения, и кругозора. А сейчас спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok